Привет, друзья! Приветствую вас на моем канале Королевство Норвегии. Сегодня, 24 декабря, а значит христиане западного обряда празднуют Рождество. И моя норвежская семья не исключение. Осталось буквально несколько минут до того, как они начнут праздновать Рождество, и я и мой муж к ним присоединимся. Стол уже накрыт, вкусные блюда стоят на столе, подарки лежат под елкой. Я надеюсь, что мне сегодня удастся заснять вечер, как я запланировала. В любом случае, я приглашаю вас отпраздновать норвежское Рождество. Пока идут последние приготовления на кухне. Воспользуюсь моментом и сниму пока что еще елка в порядке, и подарки все на месте. С ним я вам покажу интерьер. Здесь живет моя свекровь. Она, конечно, не очень в восторге от того, что я снимаю ее жилище, но я не буду так детально все показывать. Только то, что относится к Рождеству. Вот такие фигурки у нее есть. Они очень старые. Еще ее отец их делал. Поэтому они очень дороги для нее. Конечно, лицо у дамы немного не получилось. Ну, да ладно. Елка выглядит в этом году вот так. У нее проблемы со звездой. Не хотела она вчера не лежаться. Уже дошло до того, что она упала и сломалась. Поэтому уставшая под уставшую. Вы слышите, семья уже с нетерпением ждет вечера. Вот подарки лежат. Не знаю, что там. После ужина мы будем открывать их. В этом году мы договорились не дарить подарков. Такие безделушки. Ну, я вам рассказывала. Вы знаете, сколько безделушек. Как мы хорошо договариваемся. Давайте я вам покажу, как накрыть стол. Вот так накрыть стол. Видите, пока что еды здесь нет. Ее не будет на столе. В Норвегии не принято еду выставлять на стол. За ней нужно ходить. Кому-то кажется, это не совсем удобно. Но привыкаешься к временем. У каждого у нас здесь свое место есть. Мы знаем, за кем закреплены посадочные места. Все в таком рождественском стиле. Я буду сегодня пить шампанское, которое привезла с Украины. Ну, и вот знаменитая, надеюсь, это водка Аквавит. А многие что-то не знают. У нас круг любит все украшать такими едоморозиками. Ну, давайте посмотрим на еду, которую мы будем кушать сегодня. Как я обещала, я приготовила оливье. Горошек посыпала сверху, потому что он настолько мягкий. Когда его перемешиваешь, он раздавливается. Получается каша такая некрасивая. Поэтому я предпочитаю выкладывать его сверху. Там тарелки каждый может размешать. Мой печеночный торт не планировала делать. Нашла старые коржи в морозильной камере. Очень хорошо, кстати, они хранятся хозяйкам на заметку. У меня муж вчера их увидел. Говорит, ой, сделай печеночный торт. Поэтому выглядит немножко упорото. Но он будет есть, я очень люблю. Не знаю, как остальные. Так, коричневый соус домашний, приготовленные котлетки мои. Картошка. Нарея называется мандель паутет. Буду я побыстрее уже снимать. Так, вот это пюре из брюклы, которое мы едят на Рождество. Кислая капуста с тьмином готовится. Очень быстро. Вот так выглядит пинный счет. Я о нем рассказывала в предыдущем видео. Капуста пахнет кислая капуста. Здесь картошка обычная. Теперь пинный счет. Овощи. Бужанина мы готовили. Рождественские сосисочки. Я не знаю, что это именно говядина. Такие вот местные шарики и курица. Ну что, приглашаю всех за стол. Рождественные шарики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok